Неделя спорта До этого матча обе команды соседствовали по турнирной таблице. Произошли ли какие-нибудь изменения и кто кого переиграл смотрите в следующем сюжете. 19 мая в спортивном комплексе «Боревестник» прошел футбольный матч между Поволжской академией спорта и командой КГУ. Одни из самых сильнейших команд вновь встретились в рамках студенческой футбольной лиги Республики Татарстан. Сегодня встречаются две команды, лидирующие команды Поволжской академии и Энергоуниверситет. По статистике, по цифрам и по очкам, которые на данный момент, Поволжская академия выигрывает. Энергоуниверситет занимает второе место. Несмотря на выбранную тренерскую тактику и полную отдачу футболистов, матч проходил напряженно. Серьезных нарушений не было, но в ходе матча два игрока получили серьезную травму. В первом тайме счет открыла команда сборной КГУ и до середины второго тайма удерживала свое лидерство. А после команда Академии спорта сравняла счет, что и повлияло на итоги матча. В конечном итоге встреча между командами КГУ и Академии спорта закончилась со счетом 1-1. Команда хорошо билась, хорошо отыграли. К команде можно хорошую пятерку даже поставить за самодачу. Конечно, Академия нагло сильнее любой команды здесь, но наша команда хорошо сыгралась. Сабина Кашапова, Диляра Софиулина. Неделя спорта. Силовые виды спорта, увы, не так часто проходят, но хорошо, что вообще проходят. В этот уикенд в Поволжской академии физической культуры, спорта и туризма состоялись соревнования по дзюдо. Кто из спортсменов сумел зайти на вершину педестала, узнавала наш корреспондент Василиса Дзюба. Очередное спортивное мероприятие в рамках спартакеады вузов Республики Татарстан состоялось в Поволжской государственной академии физической культуры, спорта и туризма. На этот раз силой и навыками померились дзюдоисты. На построении выступили судьи и организаторы мероприятия. Они пожелали спортсменам трудолюбия. И, как показали соревнования, его у них не занимать. Другим путем не достичь такого уровня мастерства. Многим удавалось положить соперника на лопатки в первые секунды спарринга. Такой быстротой реакции особенно отличились девушки. Кроме того, представительницы прекрасного пола оказались достаточно воинственными бойцами. И даже травмы не смогли испугать их и сломить дух. К слову, дисциплина – основа учений японских боевых искусств. Мужчины же в спаррингах были гораздо медлительнее, но техничнее. Они выискивали слабые стороны противника и выбирали нужную тактику. В итоге лучше всех смогли себя проявить спортсмены по Волжской академии спорта. Их результат – 326 очков в сумме сборной. Второе место занял Энергетический университет с результатом 280 баллов. А третье место с отставанием в 2 очка получили представители Технологического университета. Василиса Дзюба, Дарьяна Храбрецова. Неделя спорта. Гоночный сезон уже открыт. Вот мотосезон открывали только на этой неделе. Проходило данное событие около центра семьи Казан. Как именно открывали и что там было, узнавала наш корреспондент Ирина Королева. Автомотошоу 2017 ознаменовало долгожданное официальное открытие мотосезона. Запланированная программа обещает много интересного, что покажет всю красоту автомира. Да что тут говорить, смотрите сами. Площадь около чаши буквально приковала к себе внимание. Пройти мимо было невозможно. Все напоминало автомузей. Машины и мотоциклы выстроились в шикарные мощные колонны. Только вот в центре музея – сцена, на которой и развернулось все представление. Все номера программы были яркими и колоритными. Участники, как взрослые, так и совсем еще малыши, удивляли своими способностями. Насколько хорошо можно знать и чувствовать велосипед, продемонстрировал маленький мальчик. То же самое продемонстрировал еще один участник, но уже более сложными трюками. Не забыли и о публике. Желающие пощекотать себе нервишки приглашались на площадку. Стантрайдинг был еще одним номером в программе. Трюки на квадроциклах и мотоциклах буквально завораживали. Езда на задних колесах с неправильным положением тела за рулем и множество других вызвали бурю эмоций и восхищения. Такие эмоции не даст ни одна тачка. Даже там какая-нибудь, не знаю, какая-то крутая тачка не даст таких эмоций. Потому что это реально чувство свободы. Ученые говорят, что при езде на мотоцикле мозговая активность на 15% повышена. Соответственно, когда я еду на машине, меня может кто-то отвлекать. Это музыка, пассажир. На мотоцикле я прям полностью един с асфальтом и с мотоциклом. Я как одно целое. Я чувствую каждый камешек на дороге. Я самый быстрый, самый маневренный. Но в то же время надо быть самым осторожным. Потому что это очень опасно. Не меньше восхищения вызвало и выступление на аквабайке и флайтборте. И неудивительно, ведь не каждый день можно увидеть подобное. Настолько необычное зрелище. Приглашенные гости из Тольятти наглядно показали, что такое уницикл, в чем его особенности и как он работает. А байкер Добрыня продемонстрировал настоящую мощь, силу и истинную крепость своего тела. Такая яркая программа собрала большое количество зрителей. Некоторые из которых приехали из других городов специально ради авто-мото-шоу. Вообще море позитивно на самом деле. Я сам из Казани, а из Нижнего? У нас такого нету в городе. Много позитива. То, что люди все открытые и на общении, и даже вот просто фотографироваться с техникой. Просто супер. Ирина Королева, Денис Панкратов. Неделя спорта. Главное событие этих выходных – Казанский марафон. На протяжении одного дня спортсмены смогли преодолеть дистанции в 3, 10, 21 и 42 километра. Причем маршрут пролегал практически по всем главным достопримечательностям Республики Татарстан. Подробнее в репортаже Марина Вахрушевой. Это воскресенье для столицы Татарстана стало беговым. Ведь в городе стартовал традиционный Казанский марафон, где десятки тысяч человек из 400 городов и 25 стран испытают себя на самых разных дистанциях, включая и марафонскую. Трасса марафона прошла по историческим местам и улицам города со стартом и финишем на площади Тысячелетия напротив Казанского Кремля. Это уже третий забег, который проходит в Казани. Но в этот раз организаторами были введены некоторые изменения. Мы надеемся сегодня побить тот рекорд, который был уже в прошлом году. Мы поставили там рекорд. И, наверное, по итогам сегодняшнего марафона, когда подведем статистику, мы будем самым крупным региональным марафоном в стране. Вот двойне приятно то, что в этом году нам удалось убедить всех, что мы побежим в самый большой круг, так скажем, один. В том году было два круга. То есть мы делали две половинки, кто разбирается, тот знает. Вот в этом году мы делаем один большой марафон. Вот это, наверное, принципиальное отличие от прошлого года. В забегах участвовали участники чемпионатов мира, Олимпийских игр, представители администрации города, медиаперсоны и простые любители спорта. Многие из них принимали участие впервые и были поражены масштабом организации мероприятия. Я бегу в первый раз, и я впечатлен. Такое массовое мероприятие. Все заинтересованы, все за здоровый образ жизни. Действительно, многие сейчас начали заниматься спортом. Это реально клево. В этом году три километра, в следующем году возьму десять. Очень понравилось, особенно когда там тебя встречают, кричат «Давай, ты сможешь!». Пусть чаще проводят. Это вообще даже желательно каждый месяц, чтобы проводили. И вот, например, три месяца у нас лета, да, то есть июнь, июль, июль, и август каждый месяц мы проводили. Реально клево. Кто-то знакомится, кто-то еще что-либо. То есть вообще прям столько друзей, опять приобрел, познакомился с людьми некоторыми. Прям вообще море эмоций, поэтому всем рекомендую. Это круто. Спасибо нашей республике за такое массовое мероприятие. Спасибо. Самым старшим участником казанского марафона стал 89-летний Рахмед Сиразиев, дистанция которого составила 21 километр. Он с легкостью преодолел заявленный участок, ведь в забегах он принимает участие уже не в первый раз. Это великолепный праздник. Это неописуемый. Даже лучше, чем самотой татарский. Наравне с профессиональными спортсменами на дистанцию в 3 километра вышли российская певица Нюша, министр по делам молодежи и спорта Республики Татарстан Владимир Леонов, глава Министерства здравоохранения Республики Татарстан Адель Вафин и многие другие. В этом году в программу казанского марафона вошли соревнования хендбайкеров. Паралимпийская сборная России по лыжным гонкам впервые приняла в нем участие, где преодолела полумарафонскую дистанцию, которая спортсменам далась непросто. Давно не бегали. По всем известным причинам нас никуда не допускают. Спасибо организаторам, что предоставляют нам такую возможность поддерживать свою соревновательную форму. Все равно мы тренируемся, готовимся. Нам важно где-то выступать, выплескивать то, что мы нарабатываем. Большое спасибо, что доставили нам возможность такую. Очень хорошая трасса на самом высоком уровне, так же, как и за рубежом. Откровенно, честно говорю. Поэтому мы получили колоссальное удовольствие, проработались. Большое спасибо. Надеемся, что в России сейчас будут также проводить мероприятия такие и нас тоже будут допускать, потому что не всегда это получается. Нас на спортивных колясках не везде пускают. По разным причинам где-то трассы не подходят, где-то организаторы не готовы нас принять. Хотелось бы, чтобы каждый российский марафон предоставлял нам такую возможность, чтобы мы могли в любой город приехать, выступить, показать себя, чтобы на нас люди посмотрели. Казанский марафон с каждым годом объединяет все большее количество людей из разных городов и стран. Мы надеемся, что его популярность будет только возрастать, а география участников расширяться. Марина Вахаршева, Блад Зигангиров, Неделя спорта. Ну что ж, мы продолжаем нашу программу. Сейчас со мной в студии сидит человек, которого можно назвать неофициальным инспектором стадионов Чемпионата России по футболу и неофициальным инспектором стадионов Чемпионата мира и Кубка Конфедерации 2017 года. Александр Дегтярев, ведущий и автор проекта «Фанка», который выходит на YouTube на канале «Чеснок Продакшн». Саша, тебе привет. Привет. Перейдем к стадионам, так как ты неофициальный инспектор, можно так сказать, да? На каких стадионах ты уже побывал? Так, ну, если ты имеешь в виду внутри или вообще? Вот я, например, очень много стадионов посетил просто вот так по кругу пройдя. В Москве, по крайней мере, я три стадиона так видел. Внутри... Я имею в виду те, которые участвуют в Чемпионате России. А, окей. Которые заявлены в Чемпионат России. Ну, в Казани все три стадиона. Это Центральный, Стадион Рубин и Казань-Арена. Лучший из них это Стадион Рубин. Как ни странно. Ну, серьезно. Это лучший стадион в плане экономики для Рубина в этом сезоне. Ну что ж, Саш, большое тебе спасибо за то, что ты пришел к нам. Уделил нам время. Напоминаю то, что в гостях у меня был Александр Дегтярев, ведущий, автор проекта Фанка. Ну, и неофициальный инспектор стадионов Чемпионата России, Кубка Федерации, Чемпионат мира по футболу 2018 года. Еще раз, Саш, тебе большое спасибо. Ну, а мы продолжаем нашу программу «Неделя спорта». Ну и на этом все. Вот такая у нас выдалась «Неделя спорта». А что будет дальше, посмотрим. Меня зовут Роман Пленсков. Вы смотрели программу «Неделя спорта». Важная информация, друзья. 25 мая в 15.00 по московскому времени в шоуруме Казанского федерального университета состоится запись нашего специального выпуска программы «Неделя спорта», посвященную Кубку Конфедерации 2017 года. Если тебе интересна данная тематика, заходи в нашу группу, ссылку ты сейчас видишь на экране и приходи в 15.00 по московскому времени в шоурум Казанского федерального университета. Мы тебя ждем и будет много интересной информации по этой теме, пообсуждаем вместе с тобой. Еще раз большое спасибо за внимание. Еще увидимся. Пока-пока. Субтитры подогнал «Симон»